Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков SwissQuot. И с нами сегодня наш коллега из Калининграда Андрей Малевич. Андрей, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую коллеги, приветствую зрителей моего канала. Как вам сегодняшний день? Как торгуется? Что интересного? Все шикарно, все идет по плану. Замечательно! Да, в канале Телеграм я полностью вчера отображал все свои сделки. Но не все, а, скажем так, процентов 80 сделок, которые я открывал онлайн, я все показывал. Соответственно, можно это все посмотреть, все это увидите по доходности. Единственное, там по рискам, кто как уже сам распределяет, тому как бы уже, кто сколько заработал, я не знаю. То, что в профите, это точно. Здорово, здорово. Ну что, давайте посмотрим, как это выглядит на графиках. Да, давайте посмотрим. Демонстрация экрана. Видимо, хорошо. Так, 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 идем сюда. Ну, давайте для начала буквально зайдем в канал Телеграм. Здесь видно, выкладывал я, открывал я, точнее, позиции по канадцу, по золоту, по золоту, по золоту, по франку. Фунт австралиец у нас уже в позиции. Сегодня зафиксировали 55 пунктов по канадцу, по золоту 128 пунктов, 0,7% тоже в профит. Доллар, франк тоже в профит. Это все первая половина позиции, то есть без убыток уже взят. Соответственно, дальше продолжаем удерживать позиции, вторую половину позиции. Ну, и тоже, я думаю, будет фиксироваться в профите. Но, по крайней мере, уже убытка не будет, уже профит есть. Соответственно, в общем-то, уже легче, скажем так. Ну, давайте перейдем непосредственно к рынку, посмотрим, что у нас на рынке. Начнем мы с индекса доллара. Напомню, значит, индекс доллара у нас находится, ну, скажем, уже так можно сказать, что в долгосрочном падающем тренде вывели, конечно же, инструменты из глобально растущего тренда. Находимся сейчас, ну, скажем так, еще раз повторюсь, в долгосрочном падающем тренде и наблюдаем коррекционное движение в рамках долгосрочного падающего тренда. В общем-то, я бы сказал, что по индексу доллара я вижу перелом. Переломная точка у нас была при прохождении данным инструментом отметки 90.47, округлим 90.45. Давайте посмотрим его в четырех часах, так поподробнее будет видно, понаглядней. То есть сломали, скажем так, падающую коррекцию, падающее движение и, в общем-то, переломали падающий тренд. Ну, это так, я считаю, со мной могут соглашаться, могут не соглашаться. И теперь у нас, в общем-то, две зоны поддержки, уже поддержки. Это 90.45, вот она серым цветом выделена, эта зона. Давайте на нее посмотрим. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она выглядит. В общем-то, зона достаточно мощная. Совсем недавно она у нас выступала в качестве сопротивления. Видели, я про нее рассказывал, видели к ней подходы. Глубокий сложный ложный пробой. Уход за нее, обратный ретест, обновление лоу. Здесь подошли к ней ложный пробой с походом на одну фигуру вниз. Еще раз подходили. Ну, тут много отбой, ложный пробой, ложный пробой, отбой. И еще на одну фигуру. На высокой волатильности пробили данную зону. И уперлись, в общем-то, в консолидационное движение, которое совсем недавно было сформировано. Движение от этого года, от, скажем так, нет, от 2000 года, от декабря 2000 года. Примерно с 7 по 14 декабря была сформирована эта зона. Подошли к ней, ударились, отконсолидировались. И сейчас, в общем-то, идем на обратный ретест, скажем так, зоны. Ранее, которое я сказал, уже 90-45. Думаю, в нее будут удары. Однозначно сюда придет инструмент. Здесь будет проторговка возле нижней границы краткосрочного растущего тренда. И отсюда, я, в общем-то, думаю, будет движение в направлении лангок. Но пока, я думаю, еще пройдемся сюда. Здесь уже будем консолидироваться. Здесь нужно будет смотреть, как цена по данному инструменту будет вести себя на данном ценовом уровне. Очень важный уровень еще ниже. Вот здесь вот серым цветом он отмечен. Если на высокой волатильности данный инструмент прошивает, скажем так, зону 90-45 и двигается еще ниже, то есть вот так вот на высокой волатильности, возможно, с обратным ретестом придет сюда, то отсюда в приоритете нужно будет формировать позиции в направлении лангов. Это примерно отметки у нас 92-0. Вот эта вот зона. Я думаю, при высокой волатильности возможен приход сюда по данному инструменту. И отсюда, конечно же, можно будет набирать позиции в направлении лангов с целями как минимум уже где-то возле нижней границы долгосрочного падающего тренда. И, в общем-то, скажем так, здесь тоже нужно будет смотреть, как будет вести себя цена. Но еще раз первоначально я хочу отметить зону 90-45, зона 92-0. Очень важные зоны. И сейчас они у нас выступают уже в качестве поддержек. То есть они поменялись ролями. Соответственно, всю эту корреляцию можно будет переложить на валютный рынок и расторговываться, соответственно, этой корреляцией. Но давайте теперь непосредственно перейдем к валютному рынку, к мажорному инструментам и посмотрим, что здесь у нас происходит. По евро-доллару, в общем-то, ничего не меняется. Находится данный инструмент в долгосрочном растущем тренде. На рынке пока еще присутствуют покупатели. Вот, долгосрочный растущий тренд. Идет у нас в рамках долгосрочного растущего тренда коррекционное движение. И, в общем-то, сейчас, конечно же, в моменте приоритет у продавцов. Но данный инструмент сегодня отскакивает. Отскакивает в зону. Я уже много раз говорил про эту зону, про эти уровни. Давайте расширим на четырех часах. Это 21.56, 21.36. То есть, я думаю, в моменте придем сюда. Вот такой вот, я думаю, будет расклад. В моменте придем сюда. Ударимся вот в эти консолидации. Данные ценовые уровни, данная зона уже выступает у нас в качестве сопротивления. Совсем недавно она выступала у нас в качестве поддержки. Видели на ней ложный пробой, ложный пробой, ложный пробой, отбой, отбой, отбой. Здесь чуть-чуть не дошли, тоже отбой, отбой. Совсем недавно отбивались. Здесь консолидационное движение, пробивали. И вот пробили, и идем на обратном ретесте сюда. Я думаю, при подходе к этой зоне, я думаю, сегодня-завтра мы увидим ретест этой зоны. В моменте нужно будет открывать позиции. То есть, когда подойдем к этой зоне, я думаю, в моменте можем вот так вот проколоть, шпильнуть очень быстро. Вот как здесь вот примерно, или вот как здесь. И обратно уведут данный инструмент за эту зону. Тогда сразу же в приоритете будет открывать позиции в направлении шартов, ну как минимум в район отметки 20.95 и, возможно, пониже в район отметки 20.50. То есть, куда-то вот сюда, вот к этим консолидационным сборам. Вот. И вот на этом уровне 20.50 нужно будет быть предельно аккуратным, потому что, в принципе, далее после этого уровня уже у нас ничего нет. Вот здесь такой вот, скажем так, вакуум. И могут инструмент очень быстро в моменте провалить на отметку 19.59. То есть, на данный момент для меня в приоритете данный инструмент от шартов. Единственное, нужно дождаться отметки, как я говорил, 21.56, 21.36. Далее отсюда уже нужно будет смотреть, как будет вести себя цена. То есть, в приоритете, чтобы данный инструмент подошел сюда, сейчас я вот так вот нарисую, ну это как я вижу, подошел сюда, ударился, отконсолидировался, нарисовал вот такую вот шапочку, желательно со сбором стопов, вот так, чтобы собрал стопы. Далее закругление, импульс, обратный ретест, и уже отсюда потом расторговывать в направлении шорт. То есть, вот так. Далее, по фунту. По фунту ситуация неоднозначная. В общем-то, я могу сказать, что, в принципе, инструмент готов к шортам. Есть в нем продавцы. Идет борьба, скажем так, за уровни. Но такое впечатление, что никто не может взять на себя инициативу и провалить данный инструмент в направлении отметок 35, 38, 34, 83. То есть, данный инструмент у нас находится в долгосрочном растущем тренде. Вот он перед вами. Угол движения цены по данному инструменту направлен вверх. И в среднесрочном растущем тренде. И угол движения цены направлен тоже вверх. На данный момент, прям локально, я вижу инструмент от шортов. Единственное, нужно дождаться, когда данный инструмент придет к отметке 36, 26. То есть, куда-то вот сюда. Удариться в зону скопления вот этих консолидационных объемов. Вот куда-то сюда. И уже отсюда, конечно, можно будет расторговывать данный инструмент в направлении 35, 38. И, возможно, пониже 34, 83. То есть, я вижу от шортов. Примерно к нижней границе среднесрочного растущего тренда. Далее нужно будет смотреть, как будет вести себя цена на данных ценовых уровнях. Австралийц. Данный инструмент у нас, в общем-то, находится в долгосрочном растущем тренде. Угол движения цены по данному инструменту направлен вверх. На рынке однозначно присутствуют покупатели. Долгосрочный растущий тренд, среднесрочный растущий тренд. В общем-то, инструмент смотрит направление лонг. Если посмотреть в четырех часах, то, в общем-то, консолидируется данный инструмент возле важного уровня на данный момент сопротивления 77, 28. В моменте отсюда, на мой взгляд, интересно зашортить данный инструмент в район отметки 76, 56. То есть, в общем-то, я думаю, расторговывать данный инструмент примерно вот так. То есть, еще какое-то движение в зону скопления вот этих вот объемов куда-то вот сюда вот. И далее отсюда нужно будет найти материнскую свечу, материнский импульс. На обратном ретесте расторговываемся в направлении 76, 56. Здесь еще у нас идет такая двухсотдневная скользящая средняя, которая выступает тоже в качестве поддержки. Еще раз повторюсь, в моменте данный инструмент смотрит вниз, но находится в долгосрочном растущем тренде. Тут ко всему в придачу он еще рисует такую достаточно мощную фигуру, голова-плечи, голова-плечи. Ну, если еще раз вот так вот нарисует и пробьет отметку 76, 56 закрепится в дне, то, возможно, движение еще и пониже к важному уровню поддержки 76, 2.0. То есть, локально от шортов. Новозеландец. Данный инструмент у нас тоже находится в долгосрочном растущем тренде. Угол движения цены по данному инструменту направлен вверх. Среднесрочно пытаются вывести данный инструмент из краткосрочного растущего тренда. И, в общем-то, надо сказать, что продавцам удалось это сделать. Вывели они, в общем-то, из среднесрочного растущего тренда данный инструмент. И уже отрисовали уровень скопления горизонтальных типовых объемов. Вы его видите. Давайте я его покажу, чтобы было четко видно. Вот он. И зону скопления объемов на срочном рынке. Я думаю, в моменте по данному инструменту будет, скажем так, коррекционный отскок от уровня 71, 2.0. То есть вот откуда-то отсюда, в зону ретеста уровня скопления горизонтальных типовых объемов и в зону скопления объемов на срочном рынке. Откуда-то отсюда нужно будет расторговывать данный инструмент в направлении short к отметке 71, 0, 2. То есть локально, в принципе, данный инструмент можно попробовать сработать на отскоке в район 71, в направлении long в район 71, 71. Куда-то туда и, возможно, чуть-чуть повыше, куда-то вот в сбор вот этого консолидационного объема. Канадец. По канадцу у нас, в общем-то, все без изменений. В принципе, все то, что я говорил крайний раз, ничего не поменялось. Данный инструмент у нас находится в долгосрочном падающем тренде, в среднесрочном падающем тренде. Угол движения по данному инструменту направлен вниз. Как я говорил, я данный инструмент шарчу. Классический ложный пробой. Здесь я заходил, в канале Telegram видно. Первую половину позиции я зафиксировал, продолжаю удерживать, ну, как минимум до отметки 26, 91. И, возможно, буду держать еще ниже, в район отметки 26, 26. Данный инструмент однозначно от шартов. Сейчас тот, кто еще, скажем так, не в шартах по данному инструменту, заходить бы я не стал. Ну, куда-то, скажем так, отложенные ордера можно разместить либо на уровень 27, 75, либо повыше. Естественно, сел лимиты. И попробовать дождаться вот такой вот фигуры. То есть на обратном ретесте, откуда-то отсюда, попробовать зашартить данный инструмент в направлении 26, 91 и пониже. Прямо сейчас я бы заходить с лету бы так не стал. Не стал бы. Далее, франк. По франку ситуация схожая. Вчера я тоже выкладывал сигналы по данному инструменту в направлении шартов. Соответственно, сейчас я нахожусь в позиции. Первую половину позиции я зафиксировал в профит, вторую половину позиции я удерживаю стоп без убытки. Данный инструмент у нас, в общем-то, показал классическую, скажем так, модель ложного пробоя. Здесь зашли. Расторговываемся в направлении шорт. Данный инструмент у нас находится в долгосрочном падающем тренде, в среднесрочном падающем тренде. Инициатива находится на стороне продавцов. Многие, кстати, мне вчера в каналах Телеграм, когда я выкладывал, объясняли, что данный инструмент у нас находится в растущем уже тренде. Шортить его нельзя или рано, или нельзя, или еще что-то. Ну, в общем-то, я торгую свою систему. Я видел, в общем-то, это все как, скажем так, фигуру такого, фигуру констеризационного сбора. То есть для меня очень важно 1.2.3, то есть это уже, в общем-то, констеризационный канал. Шортим по тренду от верхней точки констеризационного, от верхней границы констеризационного канала, от сильной зоны сопротивления. То есть все классически, все понятно. В общем-то, рынок классически зарабатывать дает. По иене данный инструмент у нас находится, скажем так, в долгосрочном падающем тренде. Находится возле нижней границы, верхней границы долгосрочного падающего тренда. Также он находится у нас в среднесрочном падающем тренде. Угол движения цены по данному инструменту направлен вниз. Соответственно, на рынке присутствуют у нас продавцы. Единственный инструмент, который не стал двигаться в направлении шартов, он всегда непонятный, нервозный инструмент. Ну, в общем и целом, я думаю, движение вниз будет. Напомню, что уровень 103.66 очень важный уровень. Пока он в моменте не пробит продавцами и выступает в качестве поддержки. Видели на нем сложные-ложные пробои, отбои, отбои, отбои. На высокой волатильности пробивали. Обратный ретест, ложный пробой, отбои, ложный пробой, обновление лоу. Все это движение, которое сейчас перед нами, можно расценить как сложный-ложный пробой и торговля над уровнем. Сходу сейчас бы прям я не стал шартить данный инструмент. Необходимо дождаться, когда уведут данный инструмент за уровень 103.66. Далее ставим sell limit и уже откуда-то отсюда можно расторговывать в направлении 102.83. Еще раз повторюсь, сходу я бы не шартил данный инструмент, а дождался бы пробоя 103.66 и на обратном ретесте этого уровня уже можно будет расторговать его в направлении шорта. Порублю, порублю, все без изменений. В общем-то, торгуется данный инструмент в очень важном, скажем так, на очень важной зоне поддержки. Вот она перед вами, вот она. Начало эта зона берет у нас с августа 2020 года. Вот эта поддержка сейчас на данный момент работает. Видели, что отсюда были ложные пробои, ложные пробои, отбой, 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 отбой. На высокой волатильности пробили, обратный ретест, обновили хари. Вернулись, сложный и ложный пробой, пробили, ушли. Обратного ретеста не было, так как инструмент волатильный. Сейчас стоим непосредственно на этой поддержке. И, в общем-то, нужно дождаться по индексу доллара ретеста уровня 90.45, 90.40, дождаться консолидационного движения по индексу доллара. И только после того, когда начнет отскальпивать индекс доллара, то сразу же станет в приоритете открытие позиции в направлении лонгов по данному инструменту, ну, как минимум, к отметке 74.57. И повыше, я думаю, в район отметки 75.55. Напомню, что здесь еще ко всему придачу у нас сформировалась фигура неопределенности. Это треугольник. Те, кто торгует фигурой неопределенности, они знают, что у них есть вот такие вот шумовые зоны. Вот она как раз, вот здесь вот была эта шумовая зона, когда вышли, пробили. Куча игроков, я думаю, зашло сюда в направлении шартов. Инструмент развернули и повели в другом направлении. Это как раз и есть шумовая зона, откуда, в общем-то, выбивают трейдеров. Соответственно, вот эти вот шумовые зоны надо... Я не торгую фигурой неопределенности, но кое-что я про них знаю. У меня знакомые есть, которые их расторговывают, которые плотно на них сидят. В общем-то, надо дожидаться, когда пробиваются вот эти шумовые зоны, и на обратном ретесте уже набирать позиции в направлении ламбов. То есть здесь в направлении ламбов, когда здесь они пробиваются, на обратном ретесте набирать позиции в направлении шартов. То есть вот так вот торгуются фигуры неопределенности. Но я не торгую фигурой неопределенности. Вот, поэтому я, в общем-то, буду уже прям непосредственно из этого треугольника торговать в направлении ламбов, тем более, что у меня сигналы уже есть по вектору, буду, в общем-то, расторговываться от консолидации по индексу доллара, это для меня будет отправная точка. Евро-рубль. По евро-рублю, в общем-то, тоже ничего не меняется, данный инструмент у нас находится, скажем так, в глобальном растущем тренде, вот так вот он выглядит, давайте его отрисуем. Глобальный растущий тренд, угол движения цены направлен вверх и, скажем так, такой среднесрочный падающий тренд, коррекционный тренд, это его можно рассмотреть как коррекционный тренд, а также можно рассмотреть как консолидационный канал, то есть все движение можно рассмотреть в качестве какого-то консолидационного канала. И сейчас находимся возле нижней границы этого консолидационного канала, есть мощный сигнал по вектору и, соответственно, в дне, вот, и, соответственно, у меня ничего не меняется, я вижу данный инструмент от Лангоф. Вот, единственное, что бы я хотел дождаться, я бы хотел, чтобы по данному инструменту нарисовалась вот такая модель, сейчас я ее нарисую, то есть, чтобы это все было, выглядело вот так, то есть, данный инструмент пробивает уровень 89-84, в дне закрепляется там, подтверждается, далее обратный ретест, черной свечой, соответственно, вот, и отсюда уже, со сбором стопов, вот так вот, чтобы собрали стопы, чтобы видно было, куда спрятаться, а далее уже, конечно, в направлении Лонг, ну, как минимум к отметке 91-41 и, возможно, повыше, куда-то вот сюда, куда-то вот в этот район 92-30, то есть, вот, к этим вот скоплениям, вот, дальше уже будем смотреть, но отправная точка, еще раз я повторяюсь, это пробой, пробой уровня 89-84, 89-85, пробиваем, закрепляемся в дне, соответственно, можно будет расторговать данный инструмент в направлении Лонг. Золото. Ничего не меняется от Лонгов, закрыл я первую половину позиции в профит, продолжаю держать вторую половину позиции, Надо сказать, что уровень 18-53 очень важный, очень важный, практически подошли к нему, я думаю, в ближайшее время будет его ретест, Видели на нем, сейчас он выступает у нас в качестве сопротивления, видели на нем отбои, ложные пробои, еще отбои, здесь у нас выступает он в качестве поддержки, еще отбой, еще отбой, чуть-чуть не дошли, тоже отбой, здесь консолидационное скопление, отбои, ложные пробои, чуть-чуть не дошли, тоже был отбой. уровень непростой, исторический, можно сказать, зеркальный, соответственно, в общем-то, это довольно мощное, сильное сопротивление, которое не пускает данный инструмент в направлении лонгов, но инструмент по-прежнему находится в глобальном растущем тренде, угол движения цены по данному инструменту смотрится вниз, на рынке присутствуют покупатели, и также по ценам, по ценовым значениям тоже видно, что данный инструмент смотрит в направлении лонгов, поэтому у меня рекомендация не меняется от лонгов, на уровне, когда придем к уровню 18.53, нужно будет смотреть, как будет вести себя цена на данном уровне, если на высокой волатильности пробивают данный уровень, то есть индекс доллара пойдет еще ниже, куда я показывал, ко второму, скажем так, скоплению, ко второй зоне скопления объемов, если на высокой волатильности пойдет индекс доллара, пойдет золото наверх, пробьет на высокой волатильности отметку 18.53, то в приоритете станет набирать позиции в направлении лонг от уровня 18.53, если вы уже находитесь в позиции и уже зафиксировали первую половину позиции и у вас стоп стоит уже в безубытке, просто не дергайтесь, просто сидите и просто надо выжидать, когда состоится движение. По Америке, S&P 500, ну в общем-то здесь все по сценарию, ничего не меняется, прогноз тоже не меняется, данный инструмент, который отражает экономику США, в общем-то находится в долгосрочном растущем тренде и в глобальном растущем тренде и в среднесрочном растущем тренде, угол движения по данному инструменту направлен вверх, на рынке преобладают покупатели. Коррекционное движение, я считаю, по данному инструменту состоялось, в общем-то полностью отработано и теперь, в общем-то, данный инструмент разворачивает в направлении лонгов и закрепляется выше отметки 37.76. Я думаю, движение в направлении тренда продолжится и в ближайшее время мы увидим отметку 38.35. Здесь нужно уже будет смотреть, как поведет себя данный инструмент на этой отметке, на этом уровне. Если на высокой волатильности пробивают, то на обратном ретесте, конечно же, нужно будет открывать от нижней границы среднесрочного растущего тренда, позиции в направлении лонгов, ну как минимум к отметке 39.03. Вот, то есть вполне возможно, что движение будет и возможно даже, что обновим исторические хайлы. То есть, в принципе, очень даже может быть, что увидим отметку 39.03. Все, Игорь Николаевич, я закончил. Также еще пару слов про свой канал. Можете заходить смотреть все сделки в онлайн. Сегодня будут сделки по Америке, сегодня открывается Америка. Напомню, что по Америке очень высокие доходности, в принципе, их тоже можно расторговывать. Все, я закончил. Поняли вас, Андрей, спасибо большое вам за ваш обзор, очень интересно. Рады, что у вас все идет жиренько и активно. У меня вопрос. Последний день полновесный рабочий сегодня у Дональда Трампа, завтра он, так сказать, уже окончательно перестает быть президентом США. Как-то учитываете это обстоятельство в чем-то или обычный рабочий день без всяких изменений? Вполне возможно повышенная волатильность на рынке в связи с этим событием. Еще неизвестно, как там, чем у них все развернется. Я, как бы, конечно, в политику не лезу, мне это неинтересно. Но вполне ожидаю, что будет на американском рынке вполне возможно, что будет волатильность выше среднего. Но тут надо, единственное, что мы контролируем на рынке, мы контролируем риски. Соответственно, соблюдайте риски, вот и все. То есть никаких особых других действий вы, помимо обычного режима риск-менеджмента, не планируете и не допускаете? Ясно. Нет, я не буду отходить от своей торговой системы, она у меня четко закреплена в голове. Единственное, что я регулирую на рынке, это риски. Я понял. Нет, я к тому, что вот это событие, возможная волатильность, естественно, возможно, еще какие-то последние действия Дональда Трампа, они никак на ваше отношение к использованию системы не повлияли. Я понял вас. Андрей, спасибо вам большое за ваш обзор, вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Всем спасибо, что слушали. Удачи, профита, здоровья. До свидания. До свидания.